Сегодня ночью мне приснилась моя покойная мама, такая юная и молодая. Совсем как в то лето, когда началась вся эта история. Мне тогда примерно лет шесть было. Моя мама в те года работала на деревенской ферме, дояркой. Тогда люди в колхозе трудились. Кто с животными управлялся, кто в поле урожай выращивал. Времена тогда были не из легких. Ферма маленькая была, на большом расстоянии от деревни, недалеко от леса. Справлялись с хозяйством вдвоем, моя мама и скотник Иван Николаевич. Между фермой и лесом было большое поле, заросшее травой. И вот однажды мама увидела, как через поле к ферме пробирается матерая волчица. Мама, конечно, очень испугалась и от страха стала сильно кричать и звать скотника. Иван Николаевич, миленький, где ружье? Скорее, волки. Сердце ее чуть не разорвалось от страха на кусочке. Иван стоял с ружьем на крыльце и целился в волка. Еще пару секунд и прогремит выстрел. И только сейчас мама поняла, что волк как-то странно движется. Он то ускоряет шаг, то останавливается, как будто отдыхает и пытается сохранить силы. В зубах волк что-то нес. Не замечая усталости, он двигался прямо к ним навстречу. Когда зверь приблизился к небольшому ограждению, мама все поняла. Было видно, что он смертельно ранен. Да и не волк это вовсе был, а волчица. В зубах у нее висел волчонок, словно тряпочка, не сопротивлялся. В этот момент мама встала между волчицей и Иваном. Она загораживала ему обзор. Дула ружья смотрела прямо на нее двумя черными глазницами. Иван опустил ружье. Ваня, она нам ничего не сделает, она пришла за помощью. Вот дура баба, ну-ка прочь с дороги. Ты вообще о чем говоришь? Эти волки, они опасны. Забыла, сколько беды они натворили нынче зимой. Уйди, я тебе сказал по добру, я стрелять буду, кричал Иван Николаевич. Но мама не сдвинулась с места. Она закрыла собой мать волчицу и ее малыша. Взгляды женщины и волчицы встретились. В глазах хищницы она прочла мольбу о помощи. Волчица аккуратно положила на траву своего волчонка и сама тяжело опустилась на землю. Она тихо и медленно умирала, истекая кровью. Я сделаю все, что смогу, для твоего волчонка. Тихо говорила ей мама, и слезы катились по ее лицу. Рядом в недоумении стоял Иван. Он никак не мог поверить в происходящее. Вечером Иван Николаевич похоронил волчицу в ближайшем лесу. Скотник долго сопротивлялся, но мама уговорила его оставить волчонка жить на ферме, пока он немного не подрастет, а уже потом отпустить его в лес. «Понимаешь, Ваня, я его матери слово дала, что позабочусь о ее малыше. Ну как я могу теперь его бросить?» Иван Николаевич покрутил пальцем у виска. «У тебя с головой все в порядке, это же волк. Волк тоже хочет жить», — закричала мама. Иван с трудом согласился, добавив, что если об этом узнает начальство, то им не поздоровится. «Эх, доброе сердце у тебя, Наташка. Поверь старику, волки отблагодарят тебя за твою доброту, да и бог на небе тоже все видит, как говорится, зачтется тебе на небесах». Весь день мама пыталась отпаивать волчонка теплым молоком, но его все время рвало. Коровье плохо усваивалось. Но потом она приноровилась и все наладилось. Выпаивали малыша молоком, добавляя в него комбикорм. Когда волчонок подрос, то скотник стал приносить ему мясо и кости. «Зверь был очень сильно привязан к моей маме и всегда провожал ее к тропинке, ведущей до дому. Однако он рос вольнолюбивым и своенравным. Любил побегать по полю в высокой траве. Периодически он стал убегать в лес. Свобода и воля его манили в природу. Вырос он большим и сильным хищником. Ростом с овчарку. Серый с рыжими подпалинами по всей спине. Настало время, когда он окончательно ушел в лес. Много всяких интересных и смешных историй рассказывала мне мама про жизнь волчонка на ферме. Но самое важное событие и доказательство его преданности произошло неожиданно. Случилось так, что волк спас маму от неминуемого насилия. А может даже и от самой смерти. Однажды вечером мама задержалась на работе, чистила у коров и белила коровник. Возвращалась домой она уже поздно, решила срезать и отправилась через березовую рощу. Это безлюдное и пустынное место. Усталая мама решила выбрать короткую дорогу домой, так как не было сил долго идти. Но мама не боялась там ходить, ведь она выросла в этих местах и знала каждый кустик. Внезапно на тропинку, на перерез маме вышел мужчина. Он молча остановился перед ней, загородив дорогу. Для нее это было очень неожиданно, ведь чужие люди в их места заходили редко. Взгляд у мужчины был недобрый. Мама хотела его обойти, но мужик схватил ее одной рукой за горло, а второй приставил к нему нож. Она хотела закричать, но эта сволочь сжала ей горло. Сопротивляться было бесполезно. Маленькая, хрупкая мама, как в тиски, была зажата огромными ручищами подонка. Он посмотрел ей в лицо и процедил сквозь зубы, что скоро ей будет хорошо. Мама понимала, что помощи ей ждать неоткуда, а в одиночку противостоять огромному мужику она не в силах. И тут внезапно и непонятно откуда появился волк без единого звука. Он вцепился мужику прямо в пятую точку. Мама даже не сразу и поняла, что случилось. Мужик взвыл от боли и повернулся, увидел страшного хищника. Он зарал еще сильнее, уже не только от боли, но и от страха. А волк продолжал рвать его сзади, издавая злобное рычание. Мама говорила, что в темноте это смотрелось очень устрашающе. Огромный волк молча впивался в подонка и со стервенением рвал его. В какой-то момент мужику все-таки удалось вырваться и удрать. И она с трудом смогла остановить зверя, чтобы он не отправился в погоню, иначе неизвестно, чем бы все это закончилось. По всей видимости, волк потрепал насильника знатно, так утром люди сказали, что вся тропинка была в крови. Маме пришлось все рассказать и открыть тайну, которую они с Иваном Николаевичем хранили целый год. К сожалению, этого мужчину не нашли. Откуда он появился в нашем селе, осталось для всех загадкой. С тех пор прошло еще пару лет. Каждую зиму нашу деревню атаковали волки. Наносили хозяйству местных жителей непоправимый ущерб. Даже сторожевые собаки не спасали живность. Их самих нужно было сторожить, так как бедных животных серые разбойники тоже уносили, не брезговали волки собачатиной. Неоднократно охотники устраивали в лесу облавы, но видимо у стаи был опытный и хитрый вожак. Он всегда уводил своих сородичей из-под носа охотников. Четвероногим ворам далеко не надо было ходить, лес находился прямо рядом с деревней. Как ни старались люди уберечь свою скотину, все было напрасно. Постоянно, что тогда происходило. Особенно страдали от волков овцы. Серые разбойники были очень изобретательны, то делали подкопы, то разбивали крышу у овчарни. Но однажды на опушке леса люди заметили крупного, одинокого волка. Мама узнала в нем своего любимца, которого она выкормила с ладошки и который один раз уже спас ей жизнь. Он стал еще крупнее и мощнее прежнего. С этих пор волчьи разбои на деревню прекратились. И вот шли недели и месяцы, а в деревне все было спокойно. Зимой мужики изучали его огромные следы. Его лапа была, пожалуй, крупнее человеческого запястья. Волк этот не боялся людей. Его часто видели совершающим обход вокруг деревни. За последние года не случилось ни одного волчьего нападения. Вот такой удивительный рассказ. А вам спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. Всего вам доброго, до встречи!